Дорога жизни Забег Дорога жизни – это своеобразный вклад в сохранение памяти о светлом празднике, дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Санкт-Петербурге проводится большой марафон Дорога жизни, где участники бегут 42 километра. Не все люди могут осилить такое расстояние, такую дистанцию. Поэтому мы проводим забег 900 метров, символично, 900 дней блокады, 900 метров. Бегут у нас школьники 9, 10 и 11 классов. 25 января пройдет этот марафон, не марафон, а забег в парке Малиновка. Очень интересно. Давайте для начала посмотрим небольшое видео о деятельности вашего центра и поговорим о том, как спорт помогает молодежи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Людмила, спорт тоже не стоит на месте. Молодежи все больше интересны новые направления, такие, как, например, катание на сигвеях, фитнес, воркаут. Как вам удается следовать трендам? Безусловно, у нас в центре актуализированы все секции, физкультурные мероприятия в соответствии с запросами и интересами населения. Так, дамы, девушки, они предпочитают фитнес. Пожалуйста, у нас в центре общая физическая подготовка, очень много групп общей физической подготовки с элементами йоги, стретчинг, пилатес. Молодежь любит воркаут. У нас есть эти секции и воркаут, и кроссфит. Летом проводятся занятия на уличной открытой площадке специализированной БМХ. В зимний период, естественно, актуальны сейчас катки. У нас в районе заливаются 4 катка по адресам Металлистов 66, Индустриальный проспект 26-24, Блюхера 38 и в новом районе, Новая Охта, на Корнея Чуковского, дом 3. Эти катки абсолютно доступны для всех желающих. На катках мы проводим не только мастер-классы по фигурному катанию, где инструкторы обучают людей, помогают им кому-то первый раз встать на коньки, кого-то обучить некоторым базовым элементам фигурного катания. Также у нас на катках проходят еженедельные, каждую субботу, каждое воскресенье. На каждом из этих катков у нас проходят турниры выходного дня по хоккею. Тоже пользуются огромной популярностью. В этих турнирах могут принимать участие жители фе любого возраста. В одной команде может оказаться и папа, и сын. Команды формируются непосредственно на месте. Пришли, собрали команду, принимаем участие. Действительно, огромной популярностью пользуются. Люди с удовольствием идут. Так, ну, смотрите, даже хоккей мы стараемся вот как-то вот создать изюминку. 3 февраля у нас на катке на Корне Чуковского, дом 3, пройдет турнир по хоккею в Валенках. А уже в это воскресенье, 20 января, на Индустриальном 26-24 будет сюрприз для наших жителей, потому что пройдет звездный мастер-класс от Кирилла Сафронова, где жители, ну, посмотрят, как можно ловко владеть шайбой, там, передачи, броски. Все это они смогут не просто посмотреть, как это делают специалисты, но мастера, чемпионы, но и сами это все попробовать под руководством. Очень здорово. К вам часто приезжают гости, именно именитые тренеры, фигуристы? Ну, не так часто, но бывает. В последнее время все больше и больше. Это радует. Здорово. Спорт – это, безусловно, очень интересно и нужно, но как привить молодежи в целом здоровый образ жизни? Как привить по привычку здорового питания, режима, соблюдения? Вот что в этом направлении делается? Ну, вот смотрите, допустим, если взять какие-то разовые акции, ну, вот конфеты на сигареты поменять, это все не дает должного результата, потому что, допустим, наше учреждение, мы ориентированы на пролонгированный пиар, на долгосрочное дружеское сотрудничество с населением. А как это сделать? Люди понимают, что здоровый образ жизни – это хорошо и надо. Но как их заинтересовать? Мы проводим мероприятия, стараемся каждое мероприятие наше сделать настолько интересным, чтобы человек просто захотел прийти. Вот возьмем на примере. Проводим там веселые старты с элементами ориентирования в парке «Малиновка». Предлагаем жителям, всем, кто гуляет в парке, от мала до велика, примите участие. Некоторые пугаются, говорят, да ну вы что, ориентирование, я даже компасом пользоваться не умею. Мы им предлагаем настолько простые дистанции, вместо на контрольных пунктах буквы на деревьях. Из этих букв, если пройти дистанцию правильно, люди составляют слово. Им это уже интересно, их это затягивает. Они приходят с дистанции довольны, с маленькими детьми, со взрослыми, просто взрослые пошли, просто дети и ориентировщики, и просто жители, которые понятия не имеют, что такое ориентирование, но они принимают в этом участие, заинтересовываются, приходят и говорят, а где мы можем вас в следующий раз увидеть? Мы говорим, прекрасно, в следующее воскресенье вы можете снова к нам прийти, но вот инструктор, вы можете записаться и абсолютно бесплатно ходить на занятия, и люди идут. И вот за счет того, что они заинтересовались, мы их просто подтолкнули сделать этот первый шаг, мы, скажем так, уговорили их принять участие, и получилось так, что человек заинтересовался, и он потом начинает ходить на занятия в секции бесплатно. Потом уже, скажем так, сначала интересно, потом привыкаешь, а потом уже у человека появляется потребность в занятиях, в регулярных занятиях. Ну вот таким способом, хитростью, скажем так, людей мы и привлекаем. Ну, ваша хитрость во благо, а проводятся ли какие-то, возможно, лекции, либо общения с диетологами, со специалистами разных областей? Ну, с диетологами, с питанием нет, у нас такого в центре нет. Вот, но у нас проходит порядка 50, более, даже уже более 60, скажем, в январе, мероприятий спортивно-массовых. Это турниры, соревнования, мастер-классы, открытые занятия, показательные выступления, на которые люди, придя, уже потом все-таки как-то вот затягиваются. А сколько вот средний человек посещает ваш центр ежедневно? Ну, кажется, интересный вопрос. Ну, примерно. Не считала. Много, у нас очень много людей занимаются. Смотрите, у нас более 30 площадок, 6 спортивных комплексов, мероприятия, отделы, которые проводят спортивно-массовые мероприятия. Ну, ежедневно более, я думаю, тысячи-двух тысяч точно, ежедневно. Тысячи-двух тысяч. Это только представители Красногвардейского района, или ваш центр открыт для всего Петербурга? Ну, в принципе, мы открыты для всех. Честно говоря, мы не проверяем по паспорту, прописан или нет. Это если мы принимаем участие в городских мероприятиях, там требуются непосредственно жители Красногвардейского района, мы уже там команды собираем только из жителей Красногвардейского района. А для занятий у нас открыты все. Главное, чтобы не было противопоказаний от врача по здоровью. Людмила, расскажите, пожалуйста, вот столько интересных событий, и что нас ждет вот уже в ближайшее время, что может посетить каждый там петербуржец, житель вашего района? Ну, в ближайшее время, как я сказала, самые такие 3 января мастер-класс звездный. Не так, 25 января. А 3 февраля у нас турнир по хоккее. Но это не все. У нас каждые выходные турниры выходного дня. Лучше, конечно, на сайте Центра физкультуры и Центра спорта, если правильно сейчас называемся, группа ВКонтакте, так и называется, Центр спорта Красногвардейского района. Там актуальная информация. Мне просто сложно сказать, все-таки только в январе более 50 мероприятий. И, в принципе, они все значимые для нас. Они все интересные. Люди заинтересованы, они с удовольствием приходят. Поэтому можно зайти в группу ВКонтакте и найти и расписание занятий, где указаны и телефоны инструкторов, и адреса площадок, и направления видов спорта. У нас более 40 направлений только в Центре. И возраст занимающихся, которые занимаются у каждого инструктора. Также можно там найти план спортивного массовых мероприятий, пресс-релизы на каждое мероприятие. За два-три дня до начала мероприятия уже тоже выкладываются в группе, где все указана информация. Кто, кого, когда, куда и где мы приглашаем. Спасибо. И в завершение давайте вот такой момент. Занятие спортом, безусловно, замечательная привычка. Вот что бы вы еще лично от себя могли посоветовать человеку, который хочет встать на путь здорового образа жизни? Ну, все-таки, наверное, действительно спорт, физкультура, активный образ жизни. Не знаю, что. Ну, я думаю, что этого уже достаточно для того, чтобы начать. Большое спасибо. С нами была Людмила Гринник, начальник отдела спортивно-массовой работы Центра спорта Красногвардейского района. Редактор субтитров А.Семкин